доброе добрейшее утро мои любезные зрители всех вас приветствую на своем канале и хочу вам сказать огромнейшее спасибо за слова поддержки за теплые душевные какие-то отклики если даже есть какие-то предложения или какие-то моменты там скажем критики то она очень этичная очень конструктивно и и очень уважительно почему я делаю вывод что у меня на канале собрались высокоинтеллектуальные интеллигентные думающие и очень такие духовные люди за что вам ваш большую спасибо это дорогого и большого стоит я приношу вам извинения что я не опубликовала видео на прошлой неделе но она у меня была готова но youtube никак не выгружал меня программа на айфоне и никак не выгружал даже не youtube а программа iphone of sky просто не выгружала просто три четверти закачки стоп кран и я это повторяла много раз раз 15-20 перегружалась но это было все тщетно и мне пришлось заново смонтировать видео заново переписать ну вот такая история ну а я отмечаю следующий момент что вам очень нравится что я немножко выхожу из рамок секунда в принципе это и планировала я когда начинала канал я даже вообще не думала что это будет тема секунда уже много раз объясняла что однажды сняла тему вторичного потребления и меня стали просить его так я втянулась именно в эту тему но так как жизнь у меня очень интересная очень бурная очень содержательная и я много где бываю то я конечно вам могу рассказывать и показывать тем более в таких местах бываю где но не каждому удается побывать последнее время я была на саммите россия белоруссия это в бресте и выступала спикером так как состою союзе женского предпринимательства и тема была очень интересная культурный код как средство развития территории бизнеса естественно в рамках этого саммита у нас было очень много интересных посещений в том числе просто для меня очень воодушевляющая фабрика по производству сыров я не буду пока называть так как покажу вам непременно это один из интересных брендов белорусской одежды мы знакомились владельцы этого бренда то есть мы конкретно были святая святых внутри этих предприятий могли видеть как создается продукция и побывала на фабрике николь это уже у нас в нашем равенском городском округе потому что мы готовим конкурс женщина года на мой взгляд это было очень достойной кандидатуры потому что сама пользуюсь этой косметикой вообще заранее говорю что моих видео будет никакой рекламы никакие там рекламные интеграции это вообще не моя тема мне этим некогда заниматься а вот показать и рассказать я завсегда готова что называется завсегда беру в кавычки но вместе не выкрою все время я спешу в магазин вторичного потребления модный город вы очень любите и знаете мое умение мой талант позвольте себя похвалить найти что-то необычное оригинальное с хорошими составами мы идем не за масс-маркетом мы идем не для того чтобы закрыть свои базовые потребности мы идем за той одеждой которая даст нам ракетное ускорение жизни и поможет нам составить образ соответствии своими притязаниями она ждет воодушевляющая скидка 40 процентов мы поднимаемся вверх мчимся буквально вверх в пространство модного города вы в городе раменской московской области приходе нас встречает манекены давайте попробуем считать о чем они говорят каждому входящему сочетание цветов в одежде тема актуальная интересная всегда освоил базовые понятия цветов и принципов их комбинаторики можно легко компоновать стильные и эффектные образы всякий раз демонстрирую хорошее чувство вкуса эти знания помогут выглядеть всегда современно элегантно и презентабельно и я хочу сказать что я всегда внимательно рассматриваю манекены и благодарю работников магазина петринистов которые вообще позаботились о нас мы видим что первой части магазин нам предлагается шопперы я очень люблю текстиль космический цвет звездной пыли мы видели соседствуют шопперами цвета плюшевых мишек из нашего детства да еще и с ушками по обуви столь любимый в россии швейцарский бренд рикер вся обувь этой марки изготавливается из легких эластичных антистрессовых компонентов при этом натуральный сапожки с трикотажным верхом шоколадные коричневые карамельные оттенки как никогда актуально это осенью да плюс металлическим подтоном говорю себе я стоили 1490 рублей да не забывайте пожалуйста отнимать 40 процентов удобные кроссовки скетчерс для повседневной нос носки очень легкие ботиночки с мятыми металлическим принтом холодное серебро и заснеженные ледяные пейзажи идеальное сочетание для меня в этом сезоне мы пробуждаем своих внутренних снежных королев и учимся носить серебряный металлик шиком сказала себе я я внимательно рассматриваю ну а теперь я в примерочной и повторяю скидка 40 процентов пожалуйста отнимайте сразу хочу сказать что я приобрела это короткое пальтишко или курточку из искусственных завитков кудряшек она пришлась мне по нраву я правило которое всегда применяю не покупать вещи не натуральные это было приятным исключением потому что было комфортно это было очень приятно это было очень тепло цвет фуксии или насыщенный оттенок розового но вы знаете о том что не всегда камера точно передает цвет наверное все таки это фуксия цвета розового цветка ну а розовый это не цвет это отношение к жизни и у этого цвета насыщенного гамма оттенков сочная фуксия противоядие от серости и на однобразие вокруг в этом цвете присутствует женственность и смелость из без лишних банальностей хорошо быть девушкой в розовом пальто можно и в оранжевом но уже не то сказала себе я розовый это романтика женственность и утонченность на новая вещь и стоила всего 950 рублей эта курточка берем большая кофточка льдистого цвета от компании богнер это немецкий бренд сегмента премиум одежда премиум значит дорого цены выше среднего начинается от 350 евро и стоил в этот день 1450 рублей состав поразительный 50 процентов кашемир и 50 процентов виржинская шерсть в чем отличие виржинской шерсти от обычной виржинской шерсти собирается с овечек в период самой первой линьки особое значение имеют волокна которые состригают сколки именно в этом месте материал отличается особой мягкостью и наименее загрязнен немецкий журнал der spiegel назвал марию богнер как о шанель спортивные моды да она зашла на рынок с коррекцией удобной спортивной одежды и модели марки богнер замечали у очень известных людей клаудио шифер викторий беккер деми мур николь кидман и даже у наших президентов дмитрия медведева владимира путина которые отличаются таким спортивным подходом к жизни а первыми поклонниками брюк стресс придуманных мари богнер были мерлин монро ставленный экземпляр конечно не спортивная это кофточка с изюминкой и цвет синего и не и конечно я убеждена сто процентов что такой цвет служит хорошей альтернативой белому еще кофточкой стопроцентного кашемира главный цвет бирюза или тиффани оттенок тиффани объединяет себе голубой зеленоватые цвета отличающиеся насыщенный красками и чистотой цвет тиффани назван честь компании тиффани эндко создающий ювелирные изделия основатель чарльз-люиз тиффани стал использовать в фирменном стиле модный в то время бирюзовый оттенок стоил в этот день 1750 рублей мы всегда с вами помним что нужно отнимать скидку 40 процентов делайте пожалуйста это сами хочу отметить что немножко мятый кашемира он был тончайший тонкий тонкий понятно и и магазине вторичного потребления по другому быть им не может но очень красивая деталь красивая отделка горла горловины ты как бы такой пуловер но он так прихвачен немножко декорирован и хочу вам сказать что абсолютно новая вещь и часто бывают в таких магазинах вещи большей степени маленьких размеров а этот был наоборот очень большой и мне он был весьма велик свитерок из премиальной шерсти с клубочком качество стоил в этот день 1750 рублей очень красивый цвет такой знаете фиалковый баклажан красивый такой фиолет сложный красивый цвет и мы с вами прекрасно видим какое отличное состояние этой вещи клубочек качества и мы видим тончайшая премиальная шерсть ну просто вещь очень была замечательная ну если вы спросите почему не купила я я вам отвечу все все купить просто невозможно не оставляем голубой пуловер от луиза чирана это тоже немецкий бренд женской одежды премиум класса но для из луиза чирана вы знаете характерен изысканный стиль в сочетании с натуральными высококачественными материалами производства итальянских фабрик и коллекции луиза чирана создаются для женственных элегантных уверенных себя женщин со сформировавшимся чувством стиле люди которые уверены в себе и диктуют моду окружающих стоил он всего-навсего 850 рублей но мы с вами не не забываем отнимать 40 процентов то то есть по сути 500 рублей и состояние новой вещи мы это прекрасно видим при приближении что петли очень ровные красивых двусторонний пуховик или курточка как хотите а-ля пушиночка невесомая легкая двусторонняя но и с одной стороны это синий цвет а с другой бежевый бежевый один из самых нейтральных и базовых любом гардеробе он универсален легко сочетается и из года в год бежевый предпочитают те кто хочет создать простые лаконичные эффектные образы и здесь я бы сказала такой потом бежевый теплый или сладкие объятия конечно назвала такой потом не я это он объявлен цветом 2024 года может быть он так не зашел как другие цвета и не так вам на слуху но это правда рифма беж с кремовым подтоном работает я уже давно отметила что это беспроигрышное сочетание но опросение я не встаю вам петь гимны разлетая чко белого цвета с белым цветом не роман не складывается для использования любого цвета в одежде необходимо помнить ассоциативный ряд давайте включу его я для белого цвета есть положительные моменты свежесть чистота невинность шик энергия начала но отрицательная пустота официальность знаешь почему снег белый потому что он забыл свой цвет но это засела у меня в голове и вот я не интегрирую свой гардероб отрицательные ассоциации рождаются когда белого наряде слишком много он не разбавлен ни другими цветами не интересными фактуры а в нашем случае это были снежинки пушистики которые буквально были разбросаны по всей поверхности ткани состав нежнейший тончайший батист мы с вами можем отнимать от заявленной цены 650 рублей минус 40 процентов но и про батист он сейчас редко встречается такой же легкий воздушный как ситец но с нежным редким переплетением нити он гладкий приятного вида поэтому в отличие от практичного ситца из него производят вещи не для постоянной носки комплекты нижнего белья для свадьбы декоративные платочки милые комплекты на выписку новорожденных но и мы тот редкий случай у нас сегодня тут редкий случай вот эти брючки купила вельвет очень пластичный уютный знаете иногда здесь из вельвета очень структурированы и как бы стоят беру в кавычках это слово сковывает движение размер с не удивляйтесь вот я такая всеядная легко могу надеть маленький размер и большой мне всегда в магазине говорят вам подходит все размеры это правда бывают такие фигуры а марка сильви мэйс родом из германии 76 процентов хлопка стоил 510 рублей не жалею купила жакет с прекрасным составом в любите зеленый цвет наверняка да ведь зеленый восхитителен он богатый свежий вдохновляющий невероятно универсальный в теплые месяца когда природа расцветает он согревает нас солнечным теплом и радует оттенка молодой листвы прохладное время дарит прекрасные холодноватые тона передающие надежды и творческие энергии данном случае это был прохладный зеленый тон и в холодных цветах зеленых есть голубой или серый пигмент этот цвет мяты светящийся зелень серо-зеленый но и мы видим что здесь очень хороший состав лен и хлопок прекрасные приятные очень пуговицы такого цвета земли коры стоил он в районе 500 рублей очень красиво декорированы изнутри накладные кармашки и сохранение этикетки из магазина это всегда радует это показываем какой замечательный был состав удивительное дело никто не купил эту вещь на скидке 40 процентов потом я видела когда скидку еще и увеличили но я видела как женщина приобрела не оставляем зеленый джим перочек но уже теплый зеленый тон теплых оттенках зеленого присутствует желтый пигмент или хаки теплый зеленый этот цвет киви лайма капуста оливок ландыша и листовой зелени выбирать вам почему выбрала я для примерки но во первых мне очень понравился объем и но было очень большого размера что-то типа 2 или 3 xl а я люблю такие большие размеры и конечно же состав ламп сулл 80 процентов дословный перевод ламп сулл с английского это овечья шерсть который состригает с молодого 8-месячного ягненка ламп сулл пряжи отличается от обычной шерсти своими характеристиками она мягкая нежная хорошо согревает несмотря на тонкость материала такие свойства достигают за счет типа шерсти ведь это овечья подшерсток а не полноценная шерсть такая одежда подходит для состоятельных людей ведь у нее достаточно высокая стоимость и стоила в этот день всего на все 890 рублей так как была скидка 40 процентов от заявленной суммы 1490 рублей но был маленький изъянчик одна спущенная петля меня бы это конечно не испугало но я когда-то вязала я легко бы эту петельку подцепила но но многих это немножко так отпугивала вот и смотрите сейчас я попробую поэкспериментировать зеленый теплый холодный зеленый и я предлагаю вам брючки цвета матча матча или матча специально выращенные листья зеленого чая стертый в порошок который заваривает но вы знаете такой напиток матча в чашке получается совершенно необычный зеленый чай он такой немножко даже не натуральный цвет но этот цвет естественно для чайной пудры кстати зеленый чай матча сто процентов натуральный и брючки от компании из при меня часто поправляют говорят из сприт нет из при связи с правилом английского языка название сприт читается как из при ну и решать вам получилось ли не от и еще один образ клетчатой брючки с базы и базовый черный жакет но мы с вами сейчас переместимся на выставку сделано в россии куда меня пригласили мои знакомые дизайнеры подруги наташа зуева людмила попова и продолжим знакомиться с российскими дизайнерами данном случае это будет кирилл овчинников российский дизайнер потомственный живописен призван одним из лучших художников россии и свою известность художник получил благодаря необыкновенным шелковым платкам и тканям кирилл основатель бренда кирилл овчинников и в коллекцию бренда входит шелковые кашемировые платки обувь одежда ювелирные изделия сумки многое другое одежда а вот эти девочки которые меня пригласили работа над каждым сюжетом занимают около года потлевого труда художника коллекции были представлены в париже милане праге дамаске анконе в русском музее музее карлова биржи морском музее монако национальный музей амана и многочисленных выставков россии и за рубежом изделия представлены в цоме отцом как мы с вами знаем это как в париже галереи лафаэт мы с вами пока еще у девочек в пространстве мне понравилось в их пространстве вы знаете что они создали уникальную представить дизайн уникальной комнаты для девочки и получили множество тоже есть но слов похвалы я вот тут даю тоже интервью очень сильное очень яркое впечатление но мы с вами прежде чем попасть кириллу чуть-чуть еще посмотрим на замечательных женщин а вот мы уже пространство кирилла тут я уже останавливать на работе белых перчатках потому что это просто произведение искусств кстати потом обратите внимание на его куплю не знаете что это кинетичка плюс можно через плечо и надевать всеми шелка 10 тысяч рублей это шелк это кошелье а сколько ж такое стоит а вы стоите 50 обычно 73 Винить в единороге. Женщина выбирает между двумя платками, и она сделала выбор в пользу голубого платка. Я пробовала примериться к сумке кожаной, с единорогом. В комплекте длинный ремешок, карман наружный, маленький карман внутри. И сумка абсолютно уникальная в одном экземпляре. Как вы видите, эту сумку приобрела моя подруга, для нее и смотрела. Но мы с вами еще чуть-чуть заглянем на выставку, на этих оригинальных людей-дизайнеров, которые необычны. И обратите внимание на сочетание фактур. Эта выставка была закрытой, здесь были только художники, только дизайнеры. И это было просто пиршица цвета, фантазии и удивительной энергии. Это было просто, что называется, удивительное ряда. Я пришла на выставку в 10 утра, приехала с девочками вместе, и опомнилась, когда было уже 10 вечера. Вот такая это была феерия. Но мы с вами сейчас еще раз заглянем на выставку Кирилла, потому что мы не ушли с пустыми руками. Ну, тут никакого нет позерства, так выглядят те люди, которые были. Вот Людочка, моя молодая подруга, моя молодая приятельница, она, конечно же, ушла с этой сумкой. Красиво. Ну, это просто дорогая сумка. Сумку Людочка, конечно же, купила, но мы видим туфли на Кирилле. Это тоже его работа, его принт, и такие туфли тоже можно приобрести. И мы решили это сделать обязательно в следующий раз. В этот раз он туфли не привез. Конечно же, обменялись контактами, и отныне мне приходят приглашения на все дизайнерские выставки. И тоже мы планируем такую поездку с нашими девочками-дизайнерами. И я буду, если вам это интересно, буду вам рассказывать, показывать, потому что действительно это святые. Это не про одежду, это не про сумки, это не про деньги. Это про высокое искусство. Пожалуйста, согласитесь и еще раз насладитесь этими замечательными картинами, платками из тончайшего кашемира, которые готовятся в единственном экземпляре. Ну просто россказ. Это наше культурное национальное достояние. Дорогие друзья, я предлагаю вам не теряться. Пожалуйста, подписывайтесь, давайте обмениваться мнениями будем. Нам вместе хорошо, как я чувствую, но продвижением канала мне заниматься просто некогда. Поэтому, конечно, я прошу вас помочь мне. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»